Доброе утро! И Леонида Бессонова, мастера спорта, члена сборной Свердловской области по конкуру. Сергей, ну, во-первых, доброе утро, конечно же. Вопрос первый вам. Кубок губернатора по конкуру пройдет во второй раз. Приедут около 200 спортсменов. Насколько вообще эти соревнования считаются престижными? Ну, Кубок губернатора, он не второй раз проводится. Он проводится с 2008 года. Единственное, что он получил статус международного от ССА и Две Звезды в 2012 году. Понятно. А это уже, собственно, признание заслуг. Это, да, это, скажем так, дорогого стоит. Это, как бы, довольно престижно получить уровень ССА и Две Звезды и дает большой толчок в развитии конного спорта не только для спортсменов Свердловской области, но и России в целом. А возраст участников каков вот среди этих участников? Ну, он разнообразен, начиная от детей и до профессионалов, спортсменов. А дети, они входят в ранг любителей все-таки, да? Ну, они... Нет, они имеют... Или это детские, профессиональные соревнования? Да, но они не международные, а региональные, национальные. Ясно. Леонид, вы один из лидеров нашей сборной, как нам сообщили. И вот как вы выступать в этом году планируете с той же, как сказать, лошадью, с тем же другом? Лошадь по кличке Изотерика? Да, будет Изотерика выступать, но помимо нее будут еще и молодые лошади выступать, то есть уже другая команда. Как лошади готовятся к соревнованиям? Ну, понятно, что тренировки, конечно же. Да, вообще тренировки, ну, как бы, они идут весь круглый год, круглый год. Но именно перед какими-то ответственными соревнованиями у нас особо... Ну, как бы, я что сделал для лошадей? Две недели назад пригласил из Москвы доктора, он мне просмотрел всех их, да? Потом буквально три дня назад приехал Коваль из Германии, подготовили копыта, все подготовили, ну, вроде... Леонид, вот смотрите, сейчас я задам вопрос. С технической стороной все понятно. А у вас есть какие-то, я не знаю, ритуалы, что-то шепчете изотерике перед какими-то ответственными выступлениями? Да, наверное, нет такого... Ну, как-то поглаживаете, что давай-давай. Да, все равно настраиваемся позитивно, да, позитивно настроить, да, и отшагать перед соревнованиями, чтобы прозвать именно самому. Вот я хотела спросить, а после уже выступления, если это какое-то призовое место, лошадь вы как-то благодарите, что вы ей даете? Сахару побольше, кроме сахара, то что еще? И определенная награда называется розетка. Это что? Это... Это как медаль спортсмену, так же медаль своеобразной машины. В форме бантика и вешается на... Бантик! Как здорово! Так, а если это конь, все равно бантик? Ну, не бантик, скажем так. Больше как медаль. Как медаль. Здорово. Хорошо, вернемся непосредственно к соревнованиям. Всего на Кубке 13 маршрутов, разные сложности, я так понимаю. И кульминацией, как всегда, станет Гран-при. Гран-при, да. То есть, там высота препятствия, например... 145 сантиметров, с призовым фондом 21 500 евро. Ого. А насколько, так скажем, возможно, каждая лошадь взять этот барьер? Или уже так должен быть талант? Ну, это уже зависит от подготовленности самой лошади и спортсмена, так как в соревнованиях участвует пара всадник-лошадь. А что самое главное, вот, все-таки в этой паре, вот, спортсмену-всаднику? Ему главное не бояться, да, вот, преодоления этой препятствии? Или все-таки там определенная техника? Там, ну, техника какая-то тоже есть, конечно. Конечно, техника, техника отрабатывается. То есть, и, опять же, ну, я как спортсмен и тренер действующий, то есть, им очень важно психологически найти контакт с лошадью, именно садник и с лошадью. А лошадь волнуется? Конечно. Она очень чувствует соревнования. Живой организм. Ну, Сергей, вам еще такой вопрос. Соревнования будут идти три дня. А зрителям там будет чем заняться? Зрителям там будет чем заняться. Там очень хорошая развлекательная программа. С учетом того, что будет много детей, для них будет аквагрим, танцевальное шоу. То есть, всей семьей можно... Приезжать гулять можно. Всей семьей там просто отлично можно провести время. Вот уикенд этот, тем более погода обещает быть теплой. Будет довольно весело. Там кафе открытое, закрытое, ресторанный комплекс. Но с другой стороны, смотрите, с детьми мы приезжаем, аквагрим, детские площадки, все замечательно. Ну, тут же лошадки бегают. Вот прокат лошадок, покататься, это не вопрос, это в первую очередь. Нет, ну, конечно, не на тех, кто участвует. Нет, 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 конечно, не на этих. И даже можно поучаствовать в изготовлении настоящей подковы. Так как у нас будет работать пункт по изготовлению, ну, скажем так, показательной. Как это опасно для детей? Не опасно там. Я думаю, что у нас кузнец, он грамотный. И техника безопасности будет соблюдена в любом случае. Ну, мне кажется, я знаю, куда я поеду в эти выходные. Я знаю, что вы не пожалеете, если вы будете. Здорово. Ну что же, ну, я не знаю, как, это такой женский вопрос. А, ты про шляпки, да. Конкурс шляпок-то будет, потому что это же все такая традиция. Да, организаторы обязательно проведут этот конкурс. Приз мы держим в секрете, поэтому мы приглашаем. А почему намекните? Потому что это интрига. Ого. Поэтому всех дам, приглашаем поучаствовать в конкурсе шляпок. И я обещаю, что не пожалеете. Хорошо. Спасибо вам большое, Сергей. Леонид, мы будем болеть за вас. Итак, зрителям напоминаю, что с 16 по 18 августа на базе конно-спортивного клуба «Белая лошадь» пройдет Кубок губернатора по конкуру. Приезжайте всей семьей и посмотреть на зрелищные соревнования, отдохнуть с комфортом. Ну что же, напомним, у нас в гостях был Сергей Кульпин, директор турнира, вице-президент Федерации конного спорта Свердловской области, и Леонид Бессонов, мастер спорта, член сборной Свердловской области по конкуру. Мы встретимся через пару минут в этой же студии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!